Ас-саламу алейкум ва рахматулохи ва баракатуху, мир вам, милосердия и благословения Всевышнего Аллаха. Сегодняшний цикл наших передач будет посвящен об исламе именно для начинающих, то есть кратко об исламе. Более 1500 лет назад в истории всего человечества появился ислам, то есть это религия, которая наравне с христианством, с буддизмом, сегодня по численности верующих и в настоящее время является мировой. Более того, ислам, имея общий источник происхождения с иудаизмом и христианством, считается религией строгого монотеизма, то есть таухида, признания и единства Создателя и поклонения только Всевышнему Аллаху. В те далекие времена на Аравийском полуострове появилась первая община, то есть умма мусульман, основанная на принципах единобожия, строгого монотеизма, таухида, именно на правовых и этических нормах исламского народовластия, на справедливом правлении. И эта община стала основой для создания новой формы государственности, которая в наилучшем виде просуществовала всего 33 года, то есть мы имеем в виду период четырех правильных халифов. И именно в то время женщины получили свои права, в том числе и политические, участие на выборах. За короткий срок была обеспечена социальная справедливость, установились равенства прав, выборность и прозрачность власти, гарантировались безопасность и стабильность в обществе для всех его граждан, независимо от национальности, пола, социального статуса или даже вероисповедания. То есть исламская форма демократии, будем так называть, и справедливости на основах веры создали условия для невиданного эволюционного скачка от стадии полудикого существования враждовавших в то время, еще до ислама, племен арабских, отсталости к расцвету культуры и просвещения. Именно на территории распространения ислама в свое время получил развитие технический прогресс. Произошел расцвет науки, искусства и экономики. Сегодня численность мусульман во всем мире достигает примерно 1,8 миллиардов человек, что составляет около 21,7% всего населения Земли. И эта цифра постоянно растет. Касаясь нашей страны, то в Кыргызстане мусульманами считают себя более 90% населения. Ведь ислам это не только религия, но и особая цивилизация, культура. В рамках вот этой культуры сложилась и наша кыргызская идентичность. Сформировалась национальная система духовно-нравственных и моральных ценностей. И уникальные наши традиции, обычаи. В последнее время в нашем обществе остаются очень актуальными дискуссии, споры вокруг толкования и понятия светскости, роли и места ислама и других религий в обществе, места народных обычаев, традиций наших, духовных основ, национальной идеологии, а также вопросов правильного понимания и правильного толкования ислама. Таких вопросов, на которые именно необходимо отвечать, с одной стороны, вот с учетом сложившихся в нашем современном обществе реалий, а с другой, именно в контексте требований и целей самого ислама. Поэтому знание основных положений ислама, его этических норм поведения, предписанных для соблюдения мусульманам, понимание всех тонкостей, отношения между светской властью и верующими, это очень сегодня важно для взаимопонимания, уважения и сохранения стабильности и мира в нашей стране. Потому что мусульманская община сегодня, она сталкивается с новыми для себя явлениями, которые, ну как бы сказать, не были ранее. Это наличие множества групп разных течений, которые находятся, к сожалению, под воздействием иногда внутренних, а также внешних факторов. Появился такой феномен, как религиозный радикализм, который иногда приобретает даже форму такого вот экстремизма. Но прежде всего это связано с религиозной неграмотностью молодежи, с наличием различных и часто сомнительных источников информации в интернет-пространстве, с отсутствием или нехваткой компетентных, к сожалению, компетентных, квалифицированных кадров в мечетях, в госструктурах, в правоохранительных органах. То есть здесь очень важно, чтобы информационная политика в религиозной сфере, именно в сфере просвещения, в средствах массовой информации, в школах, университетах, чтобы она была очень, я бы сказал бы, объективной и с позиции правильной трактовки ислама. Безусловно, ислам в Кыргызстане, он будет развиваться. Вот самый главный вопрос, как и по какому направлению. Будет ли это развитие ислама с точки зрения, или как бы с интерпретацией пакистанского, или арабского, или других вариантов, или все-таки это будет ислам, который будет учитывать нашу кыргызскую специфику, наш менталитет, наши политические реалии. Это зависит уже, конечно, от того, как наши ученые, теологи, имамы, и в конце концов наше государство будет обращать внимание на развитие и будет давать как бы направление основное, создавать условия. Мусульманская община, конечно, должна работать не на раскол, а на консолидацию и развитие всего общества. Но руководить этим процессом могут только образованные, высокодуховные мусульмане, являющиеся, конечно, гражданами Кыргызстана. Ислам – это религия просвещенности. И только вооружившись положениями ислама, посредством просвещения и распространения его идей, можно одержать победу над неграмотностью, над радикализмом, над невежеством, экстремизмом, то есть несущими опасность нашему обществу. Поэтому необходимо понимать, что Кыргызстан стал не только мультиконфессиональной страной, где в одном обществе сосуществуют различные религии, конфессии, верования, но также и страной, в которой исповедуется ислам именно с унитского направления, включающего различные течения и направления. И в этой связи я хотел бы сказать, что нам необходимо более точно классифицировать различные отвлекления, различия в данных течениях. А также сказать, что наш суницкий ислам, сформировавшийся на территории обширного региона Центральной Азии, он имеет, конечно, свою специфику. Ислам должен развиваться согласно требованиям современного общества. А именно в нем мы найдем ответы на самые острые вопросы и правильные решения современных задач. В исламе существует такое понятие, как ичтыхад, которое можно перевести как постоянное совершенствование, правовое развитие в реалиях современности. То есть это инструмент, ичтыхад, который нам оставлен для того, чтобы ислам всегда отвечал современным условиям и новым вызовам. И мы должны стремиться к пониманию ислама таким, каким он был провозглашен нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, именно ислам, не тормозящий прогресс и развитие. Наоборот, ислам интеллектуальный, помогающий развиваться обществу и стране, содержащим призывы к исправлению общества на основе именно духовности, морали и нравственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова